я приветствую наших зрителей сегодня понедельник в эфирное время программы доживем до понедельника мы дожили до понедельника григорий гельфорд евгений гендин или на кальянова сегодня в студии добрый вечер 370 31 01 это прямой телефон он работает на протяжении нашего эфира пожалуйста звоните участвуйте комментируйте наши темы или возможно у вас будут вопросы это прямая социальная сеть она работает всегда работает даже тогда когда не работает прямой телефон этого эфира так что пишите только не грубите пожалуйста мы отвечаем на все вопросы иногда когда пытается один человек из миллиона живущих в городе и его окрестностях включая березановку вот когда грубит мы на ставьте вопросы будем отвечать люди не люди разные сегодня день знаменательный сегодня 21 ноября это праздник в украине это день достоинства и свободы так называется этот праздник он посвящен и революции 2004 года и революции достоинства 2013 2014 года на самом деле был праздник он назывался день свободы вот память о революции 2004 года но предыдущий президент виктор янукович он отменил свободу вместе с праздником значит и так было до следующей революции дай бог уже дай бог последний да вот это вот которая была в 2013-2014 году теперь уже к свободе добавилось и достоинство на самом деле это третье годовщина она очень знаменательна она вызывает много споров много воспоминаний много эмоций ну потому что это действительно знаковое событие которое изменило нашу жизнь очень сильно я не знаю насчет свободы но вот сегодня люди ходили тоже там на митинге не знаю насколько они были свободны или там сказали сверху что надо идти на митинг но шли они на него чувством большого достоинства это уже говорит о том что в нашей стране все-таки что-то меняется то есть определил что не шли с чувством пошел а видно видно вот вот смотрю на тебя видно что они идут и достоинство за ними мне кажется что сегодня вот именно сегодня очень многие люди вышли на улицы вот в киеве до самые массовые мероприятия вышли действительно искренне я я не думаю что это за деньги да там привозят людей из разных городов и есть об этом данные это нормально но это не значит что им платят за это деньги ну а дата действительно такая вернее дата не противоречивая а отношение к событиям произошедшим в эти дни три года назад да и раньше и в четвертом году тоже конечно очень разное больше к тем событиям которые после всего вот те события которые произошли за эти три года многие считают что страна очень изменилась ну вот противоречие в том что одни считают что она изменилась худшую сторону а другие все-таки изменения в лучшую сторону а видят и на сегодняшний день многие не понимают кто же нанес больший урон нашей стране бывший президент который сбежал или сегодняшняя власть но есть же в этом противоречие мы немножечко так вот в чем это измеряется в принципе это невозможно измерить можно измерить только то что в стране сегодня бывший президент который на блюдечке нас всех встойло там как бы евразийского союза и доллар да по восемь в принципе какое-то это это да на самом деле мы наблюдаем да конечно человек хочет жить в черно-белый стремится систем то есть майдан всколыхнул это и на какое-то время был мир ожидался там цветной мир человек люди себя загоняют черно-белый мир то есть вот это между взрада и перемога и третьего не дано все это на разрыв да дихотомия черный либо хорошо либо плохо и даже вот можно сейчас наблюдать и в разговорах и в соцсетях такая битва пафоса с унынием то есть либо пафос там либо с унынием то есть люди никто никому не обязан объяснять свое какое-то свое отношение потому что нету отсутствия однозначного результата я не говорю плохо это ли хорошо вот вот откуда происходит вот эта битва пафоса с унынием и каждый трактует в силу того какое у него сегодня материальное положение мне каждый на многие то есть вот эти прежде всего опираясь на вот эти какое у него сегодня давление какая у него там сегодня вот потенция а все это потом проецируется да то есть условно люди опираясь к сожалению в семидесяти четырех примерно процентов случаев я когда начну разговаривать с людьми но оказывается что в общем-то это несет прежде всего какую-то личную основу я может быть намеренно прощаюсь какой ноги стал человек и в принципе люди стесняются вспоминать кто-то кто-то наоборот кто не причастный был наоборот с удовольствием вспоминает то чего не было я вот как бы людям говорю и друзья вам говорю это ваша жизнь это жизнь нашей страны поэтому вспоминайте вспоминать а там не стесняйтесь и не оправдываетесь чтобы чтобы вспоминать и потому что кому-то типо становится неловко как вы чувствуете хотите с пафосом с пафосом хотите без пафоса без пафоса я например там вспомнил беспок Gilbert не ну пафос никто там особо не любит но пафос амкро ну а пафос спатьки как бы люди хотя сейчас уже то пафос вызывает раскусывается и единственно могу сказать что я вот вспомнилmy например просто все же даже с моментами если мне интересно было Сейчас можно не помнить, об этом Фейсбук подбрасывает, что ты писал в этот день. Я напомнил, что я написал в этот день свой первый экстремистский призыв. Я написал тогда, что я, очевидно, в воскресенье в полдень буду гулять в своем городе Днепропетровске, но уже нет такого города, на Европейской площади. Я не организатор, не координатор, не большевик, не меньшевик. Подробности, кто чего как не знает, я просто свежий воздух люблю. Кто хочет, тоже приходите, свежий воздух нужен как воздух. Я так помню, про свежий воздух писал. Да, много ли у нас любителей свежего воздуха, интересно. И я добавил, на всякий случай, я в районе Евы буду, очевидно. Дезик надо купить, дезодоранты продается, реклама Евы заодно, проплаченный пост. Я этот пост вызвал тогда как бы резонанс такой, для меня он был достаточно неожиданный. Потом, тогда это казалось играми, определенными, не то что играми, но да, были обижены люди, были возмущены тем, что просто кинулись Евросоюзом. И потом начиналось раскручиваться вот это вот спирали, были и посты принимали, и поступки принимали все более, скажем там, жесткий характер. Вот, но это наша жизнь, наша память и уроки, которые мы должны извлекать из этого. Ну, с другой стороны, вот за это время, ну, свежий, да, мы все ощущали свежесть этого воздуха 3 года назад, но то, что за это время он стал немножечко сперт, и я не знаю, кто это сделал, но это факт. В общем-то, если ты говоришь, что каждый человек там ищет какие-то причины свои собственные, ну почему? Я сказал, 74%. Ну, вот даже этих 74%, наверное, достаточно. Я думаю, что все равно есть в обществе какая-то некая общая, так сказать, вот атмосфера, которая заставляет этих 74% поддаваться унынию. Унынию поддаваться не надо, на самом деле, но анализировать то, что происходит, неплохо. Я просто еще хочу сказать, что есть еще одна дата, да, это не 3 года, это годовщина, да, вот на днях исполняется год, как у нас в городе мэр Борис Филатов. А давайте мы сейчас еще раз эту тему все-таки закончим. Есть у нас телефонный звонок, да, и на эту же тему, я так понимаю, и тогда пойдем дальше. Добрый вечер, готова вас послушать. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот перед вами была передача «Секретные материалы», и там подробно и четко рассказывали, как вот эти проплачивают митинги. Так почему нельзя ввести статью, чтобы наказывали, допустим, чтобы, ну, это, чтобы судили там, или как-то наказывали, чтобы этого, ну, как-то избежать. Чтобы люди не ходили на митинги за деньги. Я вас поддерживаю. Вы тоже поддерживаете. Я вас поддерживаю. Я могу сказать, что за эти годы совершенно уже четко, на интуитивном уровне, оно же видно, когда. И ни за какие деньги Майдан, я не... Вот сейчас, чтобы закрыть тему Майдана, когда мне говорят, меня равно, особенно со временем от пафоса, это чисто народное проявление. Либо цинизм. А это все куплено. Амеры там проплатили. Ну, это примитивизм. Да, вот это примитивизм. Понятно, что это сплав, как бы, всего. Но отсутствие, действительно, запроса в обществе, отсутствие гражданского общества с его вот этим вот импульсом, никакими деньгами. И очень хорошо мне это доказало, вот когда я во вторник был в Киеве, правительственный квартал прошел. Ну, знаем мы Майданы. Видели разные и Майданы, и антимайданы. Вот эти все мураевские бабушки. Вот это все. Настолько это все фейк и унылое. И я согласен с телезрителем, это омерзительно, и, конечно, зато... Но это доказать сложно, это невозможно доказать. Я хочу сказать, что, ну, к сожалению, у нас же много статей в Уголовном кодексе, но не все они, в общем-то, работают. И мы можем эту статью ввести. И я думаю, что эффект будет такой же. Просто надо не забывать, что сегодня день достоинства. В общем, мне кажется, главное, чтобы люди сами понимали и сами в себе чувствовали это достоинство, чтобы их нельзя было за какие-то, так сказать, там, ковришки привлечь... К каким-то, в общем-то, вещам, которые, ну, не лежат в душе, они просто идут как на заработок, подречать то-то или что-то. И очень легко списать на продажную власть, на тарифы, как-то все это имеет в смысле, из-за которых я вынужден быть вот таким подонком. Пока сам человек немножечко продажен, в общем-то, он имеет такую же власть, которая продажна гораздо больше, потому что цены немножко другие. Но я хочу сказать о Днепропетровской власти. От Днепровской. Да, но сначала она была Днепропетровской, а потом, в общем-то, стала Днепровской. Это все за один год. Это Борис Филатов, наш мэр в течение года. Он недавно на одном таком собрании укроповской общественности, значит, было много человек, тысячи, наверное, красиво так все было со скайпом, там, с другими странами. Со скайфом. Да, но не буду в подробности, мы же не о политике, мы о мэре. А вот он сказал, что вот за год он сделал много чего и перечислил. И, в общем-то, из того, что он перечислял многое, действительно, правда. Я не буду анализировать, я думаю, что все могут найти этот отчет и посмотреть, что было сделано вот мэром и его командой за этот год. И он сказал, что его рейтинг на самом деле там уже 50%, вот, а у, даже уже фамилия забыта, кто там следующий. Ну, среди тех, кто мог бы стать мэром. И, в общем-то, ну, дай бог, на самом деле, чтобы за этими процентами стояла реальность, стояла работа. Ну, год этот, как бы, он прожит, что-то, безусловно, сделано, многое сделано, но предстоит сделать столько, что, как бы, когда будет 150%, тогда мы поговорим. Я хочу подвести, можно, вот это, чтобы, это касается и власти, и Филатова, и Мэром, то есть все проходят сейчас определенную школу. Я очень хочу, чтобы, действительно, и со стороны власти было больше готовности к диалогу. Но, чтобы люди, гражданское общество, каждый встречный, поперечный, не монополизировал понятие гражданского общества, чтобы власть больше слышала народ, понимая, какими соплями. И, тем не менее, это то, в чем и я свою миссию, как это ни громко вижу, но общаясь, как внештатный советник. Но и чтобы гражданское общество, то есть диалог с властью, это не значит хамство, не значит наезды, не значит голословные, извините за выражение, предъявы. Поэтому, мне кажется, сейчас трудно эти уроки постигаются и Филатовым, и властью, и теми, кто называет себя гражданским обществом. Зачастую жалко, что нормальные люди под раздачу попадают от того же Филатова. Да, хочется взаимного нехамства. Да, хочется взаимного нехамства, но и взаимного понимания. Понимания, что делает власть, что она не делает, но и понимания, что есть гражданское общество. И что она должна делать. Вы знаете, вот мне кажется, что бы сейчас могло повысить, очень повысить рейтинг Филатова, еще больше, больше 50%. Вот на прошлой неделе очень многим, большинство горожан, наверное, уже пришли платежки с новыми тарифами, со счетами за отопление. И, ну, очень разные цифры. Есть просто шокирующие, большие на этот момент, там, за 12 или за 15 дней отопительных в октябре. А есть и совершенно вменяемые, и маленькие. Пока еще вот с этим вопросом продолжают разбираться все, в том числе и журналисты. Но летом ведь у нас МИСКРАДА приняла мораторий на повышение тарифов, правильно? Правильно. И этот мораторий должен действовать до 1 января 2017 года. Ну, вот полученные платежки пока что продемонстрировали, что мораторий не действует. Может, не надо до 1 января пока платить? Я думаю, что, возможно, наша городская власть все-таки с этим вопросом разберется. Очень хотелось бы. Ведь это же монополия, скажем там, государств, центральной власти, эти тарифы и так далее. Ну, компания, теплоснабжающая компания, согласовывает тарифы с мэрией. С городом? С городом. Там не все так просто. Там не все так вот просто на украинском уровне. И в Днепропетровске, несмотря на то, что у нас не самые высокие зарплаты в стране, там, да, по сравнению с Киевом, там, с Одессой, у нас одни из самых высоких тарифов. Поэтому, я думаю, что, ну, я надеюсь, что городская власть с этим будет разбираться, потому что это очень важно и это критично для очень большого количества людей, несмотря на получаемые субсидии и даже на тот, ну, более облегченный такой вот порядок их получения. Нас пугает, вот Максим Белоножко пишет. Поползли случаи, что грядущим летом отключат аналоговое вещание. Хочется акцентировать внимание, что 9 канал и любимая нами ДОЖП не представлены в цифровом эфире. Зато на приставках Т2 в Днепре транслироваются три популярных канала с передачами о цветных полосочках. Я не очень понимаю. А, это, в смысле, русские каналы? Пока речь об этом не стоит. Давайте мы до понедельника, до следующего доживем. Да, я хочу сказать о скрепах, о скрепах, о архаике, о потном вчера, в котором пытаются и в нашей Украине, причем речь не о Запоребрике идет, а о нашей европейской нынке, за которой мы выходили. Короче, 17 ноября Верховная Рада должна была ратифицировать конвенцию, ты меня слушаешь, Лен? Да, конечно. Советы Европы, потому что это же насилие против женщин касается. Тебе еще люди слышали. На передаче же. Вот, конвенция против насилия в отношении женщин и против домашнего насилия. И там стал вопрос, такая драчка из-за понятия гендер и сексуальная ориентация. И вот эти слуги народа, чуть не сказал, они решили, что нужно подготовить так называемое предостережение конвенции, которые соответствовали, по их выражению, моральным украинским ценностям. Начала Ирина Луценко, что с этого законопроекта будет вылучено понятие гендера, как такое. Будет регулировано понятие сексуальной ориентации, выходячи с крестьянских ценностей этого зала. С крестьянских ценностей этого зала. И вот теперь о ценностях. Тут я согласен с Ромой Шрайком, нашим знакомым, замечательным человеком, что вот этот братья, затарившееся кэшем по самые помидоры, она нам рассказывает про моральные ценности, духовность и особый украинский путь, которому, значит, европейские ценности, ну, блин, никак не подходят. И поэтому дальше... Не лепятся. Да, цитирую, я буду цитаты, это трэш, с цитатами из декларации, с другими цитатами. Депутат Моисийчук, 183 тысячи долларов и 145 тысяч евро наличными, плюс коллекция холодного оружия. Слава Иисусу Христу. В этой конвенции содержатся нормы, которые являются неприемлемыми для украинского общества и украинской духовности. Вспомним, да, как он духовно, высокодуховно рассказывал тарифы, что, сколько стоит решение. Юрий Соловей, БПП, 6,5 миллионов кэшем, плюс 4,5 миллионов долларов. Да какая разница? Плюс кому-то одолжил. Украина всегда была колыбелью христианских ценностей. Мы должны сохранить уникальный украинский путь. Не все европейские ценности подходят. Олег Ляшко, 3 квартиры, 3 машины, лимон, баксов, кэша, плюс мелочи. Государство Украины обязано защитить традиционную семью. Но Ляшко-то такое, мы не будем брать дурного в... Народ же тоже часть головы. Ничего же в этом нету. Луч света, между прочим, была Герасченко. Так ты за Бойко, что ли? Ирина Герасченко. Ну, Бойко ему вломил, между прочим. Ну, я же и говорю. Хотя он должен сидеть в тюрьме. Да лучше как-то картинно вломил. Герасченко сказала, мне не сумно, что сучасные украинские политики, которые не стыдаются мать и коханок, или несколько шлюбов, и это их особистая справа, спокойно ставятся до других библейных грехов, потому что никогда не видел таких плохих дискуссий. Навколо тем не вкради нам, не бреши. И они демонстрируют стильки стереотипов до загально принятой терминологии международных документов и гендер, які насправде означай не засилили ЛГБ, а стать и рівность. Ну, и как вишенка вот на этом торте из этой субстанции Верховная Рада отрапортовала, что створять, значит, рабочую группу, до якой долучится Рада Церковь. Ты ж понимаешь, пусть они налог на землю заплатят, потому что ощущение, что Бог создал землю, за которую церковь не хочет платить. Нет налогов, нет морали. И в заключение просто вспомнил на одном православном форуме, я очень люблю на них бывать, был такой вопрос. Муж наказывает меня раз в неделю ремнем. Я не против. После такого наказания становлюсь сдержанней и смиренней. Но не является ли это грехом? Лена. Про Таирей Андрей Ефанов ей отвечает. Доброго дня, Лена. Если в вашей семье принят такой род воспитание, не вижу в этом ничего плохого. Главное, чтобы наказание было с любовью. Храни вас Господь. Но я считаю, что и церковь, и проститутки, все они должны платить. А нардепы, жлобы, ханжи, лицемеры, клептоманы. Понятно, что им выгодно жить в отсталой, архаичной стране, иметь дело и выводить их. Не все нардепы. Хорошо, 74%. Ну это много. Откуда у тебя сегодня так цифры? Не, ну это действительно. Ну давай о светлом поговорим. Такая лицемерие такое. Я хочу вернуться в город. Да, о транспорте. Там, сколько у Лешков машин. Но это смешно по сравнению с тем, что будет в Днепре. Потому что мы получили же кредит на строительство Днепра. Мы это уточнее кто? А то подумают, гельфа, гельфа. Ну мы с Филатова. Нет, тебя там нет. Вот мы с Филатова. Вот, извини, Женя. Городская власть. Нет, город, город, город Днепр получил кредит на строительство Днепро. И после легких подсчетов, или нелегких, а я что сказал? Днепро. На строительство Днепро. Днепро на Днепро. Все нормально. Вот. После таких несложных подсчетов оказалось, что кредит такой, что можно еще какой-нибудь транспортный хаб забабахать. Вот. И уже, в общем, есть четыре варианта. Подвесные дороги уже уточнили. Нет, вот здесь, первый вариант, это вот от станции Музейная, ну представляете, да, это где? Сделать... Это исторический музей, да? Да, 910 метров подземный тоннель, значит, до станции Проспектная, где будет, значит, ходить рельсовый вот этот самый, кто там, автобус. Значит, траволатор, это такая, да, там, штука. Горизонтальная эскалатор. Да, да, да. Будет доставлять, значит, тут пассажиров, и все это будет, там, может быть, стоит 23-25 миллиона евро. Вот один вариант. Второй, это маленькое троллейбусное кольцо, там, на два, значит, там, на два километра, вот от станции Музейная до вот этой самой станции Проспектная. Тоже хорошая штука, всего три миллиона. А что ты смеешься? Три миллиона евро. Нет, на ничего не будет. Все будет плохо. Город потолит. 32-я программа, 32-я. А что? Сколько проектов? Ну, ужасно. Нет, ну, хорошо. Еще одно. Просто на Южном вокзале просто метро построить, вот четвертую станцию втиснуть, ну, там где три, там и четыре. Всего там 78-83 миллиона евро. И последнее, что мне нравится, вот, как бы и не мне, и Диме Волику, это наш главный архитектор, это все-таки канатная дорога от станции, вот, метро Музейная. Три же должна быть. До Тополя, Победы, Сокола, очень красиво. Да, то есть, вот, реально. Потому что метро, ну, оно же почти везде есть. Ну, оно же под землей, вы не видите. Лена, все будет плохо. Все деньги распилят. Город потонет в зловониях, все будет... Да, подожди, что ты, этого нету в проекте. Это пятый проект, он забракован, потому что слишком много денег. Все воры, все тварь. В салоне, на весь город. Не нервничай. Вот, короче говоря, короче, я за то, чтобы была дорога. И мы будем с тобой, Лена, кататься, смотреть на красивый Днепр, и все будет хорошо. Ну, и причем это будет, вот, я думаю, что через три года. Когда у нас какая будет программа «Доживем до понедельника», где-то там... Я не знаю, доживем ли мы со своей программой. Ну, красиво, это же красиво. Нет, вот, что есть реально, Женя, что есть реально хорошо, то это вот новые троллейбусы, там, мэр на прошлой неделе, они есть реально. Их обещают запустить, они белорусские. Ну, хорошо. Ну, плохо, что не по космической, там нет, там нет троллейбусной линии, а студенты не могут. Но зато у них 30% экономии, и у них автономный ход несколько десятков километров, если электричество... Они из Белоруссии к нам доехали, нет? Ну, из Белоруссии там кредит какой-то, он отчитывался, там все реально, да. Ну, может быть, тогда лоцман пустят по космической. Я много транспорта, я в следующий раз добавлю, у меня есть про транспорт, тоже рейтинг транспорта. Я все-таки хотел бы к культуре перейти, потому что вот к культуре. Вот рейтинг транспорта интересная была штука, но я в следующий раз... То есть мы еще в каком-то рейтинге. Да, намного еще говорить о транспорте, тем более там Филатов в годах. Наш транспорт в рейтинге. Да, нет. В каком-то, да? Мы середняки по транспорту, да, я об этом в следующий раз расскажу. Держимся в пеллетоне. Острая тема. Это благодаря белорусским троллейбусам. Культура, да, Лена, о культуре. Тебе надо особо это послушать. Ну да, не старым немецким тромбаном. Я просто хочу сказать, что вот мы на одной из прошлых передач говорили о собрании в театре Горького по поводу того, что вот какой русской драмы, если такая ситуация, какого Горького, если он там восхлавляет... Сталинские стройки. Поэтому коллектив театра, значит, ну принял почти единодушное решение. Были, конечно, внутри споры о том, чтобы просто назывался Днепровский академический театр русской драмы... Нет, русской. Просто, просто драмы. Это не больше? Нет, ну я... Ну это очень приличное название. Нет, это нормальное название. Но оказывается, не всех это удовлетворило. Есть такие люди, которые называют себя правым сектором. Которых у нас хоть... Ну это какой-то остаток, да, там, потому что Ярош уже у него там просто инициатива Яроша. Он сегодня там орден получил, поздравляем. Ну это те, которые с визитками остались. А это вот с визитками остались, они, значит, ходят, качают права. Они обвинили Жанна Мельникова, да, там, художественного руководителя театра, в том, что он там чуть ли не российский агент, потому что и играет на русском языке, и вообще вот ведет себя как-то не так. И накатали в советских добрых традициях письмо Минкульт, там, в области, все так далее. Причем с передерганием, перевиранием. Да, 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 и ждут какого-то результата. Но результат, я думаю, что он может быть только один, то есть, ну... Ну ты же знаешь, какой может быть результат? Я считаю, что на самом деле театр есть кому защитить. И самое главное, Жан Мельников, то есть, человек очень ранимый, выдающийся актер, там, и так далее, он очень переживал по этому поводу, но пришли люди, которые создавали этот правый сектор, настоящий, и сказали, если эти появятся, мы их просто... Ну, да, то есть, это я в двух словах скажу. Мы пришли, эти 80-летние люди, там, вот, причем почетный гражданин города, это ж не то, что он актер, он делал, он делал, это самое... Он играл в роли. Как вы видите, а почему такое внимание? Понятно, что их сапога пришли, там, кучка маргинации, там, не пришли, они написали, они же для них, они же не знают, что у нас этих правых секторов хоть пруд пруди, и любая, там, группа, да, маргиналов может назвать себя, ну, мы-то, они немножко на улицу не уходят, мы-то знаем ситуацию, знаем вопросы безопасности, там, этого театра, мы еле успокаивали, как бы, этих людей, когда на ровном месте, провокация совершенно... Познакомили их с настоящим правым сектором, познакомили их, ну, как бы, действительно, с людьми по третьей, с националистами, но националистами государственного плана, а не кучкой. То есть, вы видите в этом проблемы? Нет, но проблема есть, потому что если актеру портят настроение, то ему, в общем-то, не очень комфортно играть. Как бы, наших, это та же ситуация, как Шароварову подбрасывали, там, Ну, по закону, по закону ситуация решает, конечно, решение. Они решили ее по закону, они решили... Нет, театр областного подчинения решает облсовет, конечное решение было облсоветом. Я считаю, что на самом деле решают люди, решают зрители. Если зрители хотят защитить любимый театр и любимых актеров, они должны просто идти не на демонстрацию, не на митинг, а просто в театр. Ну, многие были недовольны и именем Днепр, да, для города. И мы оказались не едины с значительным числом нормальных, меняемых националистов. И по поводу хождения в театр, я просто хочу сказать, что... Я хотел про... Ну, ладно. Вот сейчас, вот в эти минуты, идет спектакль театра «Верим» в Киеве, на сцене театра Ивана Франко. Это вот начинается годовщина памяти Голодомора. Они показывают спектакль «Голодная кровь». И я не сомневаюсь, что Киев это примет, ну, по достоинству, потому что это очень сильный, очень серьезный спектакль. И очень хорошо, что... Ну, не хорошо, а очень знаково, что в этот день такое событие происходит. У нас еще много о культуре, у нас остается 4 минуты. Я не могу не сказать, я на правах, мы же в телевизоре работаем. Сегодня праздник еще один, достаточно такой знаковый для людей, которые находятся в телевидении. Сегодня Всемирный день телевидения. У меня, в случае, есть подарки для вас, вот, приготовила. Да, люди переживают в эфире, видите, что нас может не стать. Женя, вот ты тут о тоске зеленой говорил. Вот тебе зеленый телевизор. Ну, не мои, так точно, спасибо. Тебе зеленый. Это съедобно? Это цвет надежды, да. Это пряник? Вот такой красивый у нас для вас сувенир. А кнут когда? А кнут будет, когда попробуете пряник. Можно я все-таки скажу спасибо большое за печеньки? Я добавлю немножко горького печенька. Насчет вот... Я не видел адептов этих маргинальных, например, возле клуба «Опера». Не хочу ни к чему призывать, но гастроли, рэпер-то выступал... То есть люди, которые выступают в Крыму, а потом выступают у нас. Я против вандальных вещей. Это мне как бы с Потапом и Настей не нравится. Они могут нравиться, не нравиться, они не нарушали кодекс. И они в Крыму там, допустим, не выступали. То рэпер-опера выступает из бригады Тима Теллион. Куда смотрит советник мэра по культуре? То сейчас Каспийский груз, который выступал тоже в Крыму, при этом клуба «Опера». Я не хотел говорить о том, что они отказывают молодым днепровским группам. Вот «Вечер пирса» проекта при поддержке. И именно потому, что это местные группы и проект при поддержке Филатова. Но зато открыты двери у клуба «Опера». Ну, я думаю, у клуба «Опера» для людей, которые выступают в Крыму. Ну, что ж... Ну, я думаю, что могут, конечно, СБУ на границе возникнуть. Городские власти на это могут как-то поменять? Нет, не могут. СБУ, это СБУ. Ну, я думаю, что как бы работаем в этом направлении. И не боимся обвинений в 37-м годе. Я хочу в заключение сколько минут. У нас совершенно уникальный фестиваль состоится с 29 по 2 декабря. Сейчас вкратце скажу и в следующий раз. Днепро Папетфест. Это первый такого фестиваля, он в рамках культурной столицы программы. Такого фестиваля не было еще. Вот у нас прошел уникальный джазовый фестиваль. Фестиваль Галичи, который идет, выставка Примаченко, художество времена года, Логвин, Лига смеха, Вечер пирса и так далее. А вот это Папетфест. В чем его фишка? Это спектакли, повторяю, с 29 ноября по 2 декабря. На сцене театра Шевченко камерная сцена. Это особенность, что направленность этого фестиваля, это не детские, хотя там и детские есть вещи, в сторону взрослого зрителя. Кукольный театр, театр кукол. Они не любят, когда называют кукольный театр. Театр кукол. Для взрослых это совершенно уникальное явление. И будут представлены жанры классика, стимпанк, тотальный театр, теневой театр. Что это за жанр, я расскажу, надеюсь, меньше будет политики в следующий. Но это уникально. А вот меньше о депутатах. Особенно рекомендую Харьковский театр имени Афанасьева, который работает в жанре тотального театра. Вот там и актеры выходят на сцену, не женить бы, вишневый сад. В Харькове на него не попасть, это очень, это очень круто. Так что приходите, и там творческие встречи, мастер-классы, как это было на джаз-фестивале. С 29 декабря по 2 ноября, вот смотрите, есть реклама, есть афиши, фестиваль Днепропа-Подпес. Это действительно туфту, не парим, такого не было. Это действительно, я горжусь, что вот Днепре действительно первый город, в котором такой вот фестиваль проходит. Дай Бог ему удачи, приходите. Ну и я надеюсь, что в следующий раз будет меньше о политике, да? Да, и больше о куклах. Меньше о политике, а больше о куклах. Лица стерты, краски тусклые, то ли люди, то ли куклы. Или транспорты, например. Конечно, а больше всего. Ну, что, я думаю, что в следующий понедельник все будет хорошо, мы обязательно доживем. И будут новые пряники. Хорошие новости, вы попробуйте пряники, поделитесь впечатлениями. А пока что смотрите телевизор, оставайтесь на 9-м канале. Линочка, с праздником. Спасибо вам. Спасибо за печенечко. Да, и за внимание, до свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok